Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо бы было, если бы все государства взяли и отменили войну. Но пока еще никто не отменяет войны. И несмотря на разного рода эпидемии, пандемии, истерии, войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, к войне сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом. Как бы это ни было дорого, а это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает. Все равно не заработали. Совершенно верно. Это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе, если кто-то напечатает. Поэтому денег нет лишних, но, тем не менее, приходится тратиться и на оборону. Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг нанести неприемлемый урон, ущерб противника. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить. И ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружения на сегодняшний день – это ракеты. Да, высокоточное оружие. Ну и в силу того, что наша страна лесисто-болотистая, это всегда давало нам преимущество, мы свою армию приспосабливаем к борьбе, войне и в этих условиях. Вот в этом направлении мы развиваем свои вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. У нас нет такой возможности, необходимости. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого интереса, в кавычках, со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы не можем это делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Ориентироваться к той войне, которая возможно будет против нас. Поэтому мы создаем соответствующее ракетное производство. Я не сбрасываю со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. Мы это все показали на параде. А вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще ракет, мы сегодня кратко рассмотрим. Товарищ президент Республики Беларусь, Государственный военно-промышленный комитет реализует вашу задачу по созданию ракетного производства, реализует программу развития ракетного производства в Республике Беларусь, направленную на решение двух целей. Это снижение зависимости республики от закупок дорогостоящего ракетного вооружения за рубежом и создание отечественных образцов ракетной техники, которые конкурентоспособны на мировом рынке. С 2017 года начали одновременно разрабатывать две ракеты. Продолжать 200-километровую ракету и по программе делать уже 300-километровую ракету, так как была поставлена задача нового комплекса, полоносная. Задача разработки ракеты собственной белорусской. Мы планируем, что первый опытный образец у нас появится к сентябрю месяц. То есть вот эта 300-я ракета, место боевой части, телеметрию вы туда вставите, и вы будете готовы ее испытать. Да. 300-ю ракету. А где вы будете испытывать? Дорогий президент, ситуация с полигонами достаточно сложная. Российская Федерация имеет оборудованные полигоны. Но она вам не дает телеметрию. Конечно, российский вариант был бы самым максимальным с точки зрения логистики, но позиция не известна. Не надо перед россиянами становиться на колени. Нет. Это сигнал. Если наш ближайший союзник, мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет, слушайте, это вопрос. Мы действуем строго по плану, под контролем военной приемки, строго по нормативным документам. Пока у конструкторов, у руководства предприятия есть уверенность, что мы движемся в нужном направлении. Значит, стрельба покажет, насколько наши расчеты... Значит, нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами. Им надо покланяться за это. Но дальше зависимости это быть не должно. Для музея ГУТОХа это действительно первая ракета, она белорусская, вот по максимуму. Вы основатель артемент строения Белорусска. Хотелось бы на твоем полонезе трехсотом расписаться. Продолжение следует... Продолжение следует...